здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры этим видео я начинаю новую рубрику под названием важные шашечные позиции сегодня мы с вами рассмотрим позиции со связкой левого фланга и первая позиция возникла партии двух известных шашистов бориса оксмана который впоследствии стал гроссмейстером сейчас он проживает в городе тула и ленинградского гроссмейстера виктора литвиновича если в этой позиции ход черных они проигрывают можете убедиться в этом сами а если ход белых то они могут достичь красивой ничьи можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых белые играют cd4 ну и как бы черные не били здесь они выиграть не могут то есть черным надо бить две шашки именно таким образом тогда белые заходят литки и ничья обратите внимание что сюда черным бить нельзя потому что белая игра g6 пользуются так называемым розыгрышом или свободным темпом и здесь наносит красивый круговой удар если не даже выигрывают ну естественно так играть не надо вторая позиция часто возникает в игре ход белых видите у них неприятная позиция непонятно куда ходить но их выручает жертва играем hg5 и fe5 да у белых не хватает шашки но они могут достичь ничьей например fg3 d7 у черных есть два хода если они играют gh2 тогда ставим дамку на поле d8 белые грозят занять большую дорогу и разменять шашку черных а5 поэтому приходится играть hg5 тогда жертвуем шашку и нападаем на нее с тыла ну и как бы черные не играли допустим cd2 белые успевают занять большую дорогу с ничьей если в этой позиции черная игра допустим gf2 тогда снова ставим дамку на поле d8 и у черных есть два варианта если они играют hg5 тогда играем dc7 ну и если черные ставят допустим дамку на поле g1 занимаем соседнее поле здесь черные выкурить белых с верхнего двойника не могут у нас есть для обороны на срединных полях поля d6 и c7 ну например смотрите если черные занимают поле c5 тогда играем на c7 если черные занимают бортовое поле тогда мы занимаем соседнее бортовое поле если черные занимают поле c7 b6 тогда занимаем поле d6 видите здесь везде ничья ну наконец последний вариант если в этой позиции черная игра допустим hg3 видите нельзя сейчас играть дамкой на поле f6 потому что черные поставили вот такую ловушку и они здесь выигрывают ну здесь белые достигают ничей вот таким приемом нападаем приходится отходить тогда занимаем большую дорогу на любой ход размениваем шашку опять и достигаем ничью важная позиция следующая позиция та же самая только здесь ход черных здесь белые также могут достичь ничьей в ответ на нападение f5 снова жертвуем шашку ну и обе стороны успевают порваться в дамки gf2 играем f7 бой бой черные ставят дамку ну и мы тоже ведем дамку черные занимают верхний двойник ставим дамку на поле b8 то есть не даем черным занять пункт e5 черные играют f7 грозят поймать нашу дамку поэтому нам надо отходить затем черные все таки нападают на шашку c3 с поля e5 но здесь белые могут достичь ничьей можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белый здесь есть два хода один ложный след а второй ведет к ничьей неожиданно проигрывает вот такое нападение напрашивающийся то есть обе стороны бьют шашку но черные здесь легко побеждают то есть видите дамка белых зажата ее нельзя пойти потому что она будет тут же поймана и черные победят а если белые в этой позиции отдают шашку тогда черные проводят все три шашки в дамке ну владея большой дорогой ставят треугольник петрова с выигрыша поэтому правильно в этой позиции было в ответ на нападение сыграть а b4 только этот ход ведет к ничьей черные бьют и белые играют bc5 как бы черные не играли но здесь лучший ход дамкой наш 8 играем затем а b8 и грозим разменять шашку а5 черных черные поэтому препятствуют этому плану играют f6 видите пока меняться нельзя дамка будет поймана белых поэтому белые уводят дамку на h2 теперь черные играют h7 и грозят напасть на шашку c5 с поля f8 поэтому белые меняются и возникает ничейное окончание которое было детально разобрано гроссмейстером зиновием цириком я также разбирал это окончание кто не знает как тут делать ничью ссылку на видео оставлю в верхнем правом углу так следующая позиция мастера виндермана у белых есть два хода gf4 и gh4 но одно продолжение ведет поражению а второй ход ведет ничей очень поучительная позиция важно запомнить ее давайте рассмотрим ход gf4 этот ход проигрывает черные играют gf6 ну и в ответ на ход gf2 нападают закрываться fg3 бессмысленно черные сыграют cd4 и все сведется к основному варианту если же белые играют допустим fg5 тогда черные нападают cd4 и здесь все таки побеждаются да здесь у белых есть некоторые некоторые как сказать у черных есть некоторые недостатки в позиции но белые проигрывают все равно fg3 бой 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 белые играют gf6 и черным здесь важно сделать ход dc5 только он ведет выигрыш gf4 cb4 hg5 здесь черным надо пожертвовать шашку f4 и сыграть cd2 у белых теперь есть два хода ed4 и f4 но они оба проигрывают в ответ на ход ed4 играем bc3 так называемая присоска или контур удар ну как бы белые не били они проигрывают то есть если бьют сюда то возникает оппозиция 2 на 2 белым некуда ходить если бьют сюда тогда черные обрезают белый ход похода в дамки по косяку и белым также остается сдаться поэтому белым приходится в ответ на нападение cd2 отходить f4 тогда черные ставят дамку f5 черные нападают f6 черные снова нападают белые жертвуют шашку ну и кажется вроде бы добиваются ничей то есть белые проходят дамки неминуемо но черные очень красиво здесь побеждают тоже важный прием бьем именно на e7 ну и если белые ставят дамку на f8 а другого нет тогда играем на поле c5 видите грозим поймать дамку белых ходом b3 поэтому приходится отходить на поле a6 туда отдаем шашку и ловим дамку белых ну и белые проигрывают видите некуда ходить так рассмотрели ход gf4 он ведет к поражению все таки видите правильно играть в этой позиции gh4 у черных есть три варианта хода cd4 gf6 и g6 давайте рассмотрим все по очереди если черные играют cd4 тогда белые жертвуют шашку и видите у черных очень неудачно расположены шашки g7 и h8 и белые здесь даже имеют шансы на выигрыш то есть нападаем приходится отходить и белые заходят в любки и здесь к ничей за черных ведет единственный вариант dc5 только так черные видите грозят поймать разменять шашку g7 поэтому белым приходится ставить дамку ну и здесь тоже важный прием спасает черных который важно запомнить играем cb4 и видите построили любки заходим в них и черные все-таки достигают ничью а все остальное в этой позиции за черных проигрывало так разобрали ход cd4 если черные играют в этой позиции g6 тогда белые спасаются за счет комбинации играем cd4 ну сюда бить бесполезно тут абсолютно равная позиция будет а если черные бьют допустим на поле e3 тогда играем hg3 gf4 ну как бы черные не били белые забирают три шашки и достигают ничей так ну и наконец последний ход здесь gf6 теперь играем hg3 черных снова есть два хода hg7 и cd4 cd4 здесь обратите внимание даже проигрывает белые играют hg5 снова так называемая присоска ну и куда бы черные не били они проигрывают если они бьют так мы выигрываем шашку и должны постепенно победить а если черные бьют на поле b2 тогда бьем на c5 и после всех перебоев белые снова остаются с лишней шашкой и должны победить поэтому в этой позиции черным правильно играть hg7 мы тогда играем gh2 ну и на ход cd4 играем gf4 черным приходится бить на b2 тогда бьем на поле c1 ну и видите сюда бить бесполезно белые зайдут видите нападут на шашку f6 тут плохо поэтому здесь черным приходится бить на поле g3 тогда бьем на f4 вперед и после того как черные бьют шашку снова нападаем fg5 и ничья cd4 ничего не дает а после хода g6 возникает уже знакомое нам окончание то есть черные нападают жертвуем шашку обе стороны обе стороны прорываются в дамки черные выгоняют белых с верхнего двойника нападают и тут играем ab4 и bc5 черные уводят дамку на h8 грозим разменять две шашки по этому ef6 уводим дамку ну и на ход hg7 меняемся и снова возникает ничейная позиция гредмейстера цирика вот такое поучительное окончание мастера виндермана следующая позиция легендарного ленинградского шашиста петра святого 1958 году он ее детально разобрал белые начинают и выигрывают во всех вариантах можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых можете даже подвигать шашки потому что в некоторых вариантах надо вести расчет друзья на 17 ходов вперед с ума сойти очень сложная позиция и очень красивая белые начинают и выигрывают ходом cd4 в черных есть два хода ab6 и fe5 но оба проигрывают ну а b6 проигрывает просто играем dc3 приходится меняться назад когда играем ab4 cb6 напали разок d5 надо отходить еще раз напали и черным приходится меняться тогда проводим вот такой удар e d4 и белые прорываются в дамки и легко побеждают то есть на ход dc5 играем дамкой на f6 с выигрышем легким а если d e5 тогда обрезаем шашки черных по нижнему двойнику затем проводим вторую шашку в дамке и легко побеждаем вот просто да а наиболее сильное сопротивление в этой позиции если черные играют fe5 тогда бьем d на f6 и проводим комбинацию играем e d4 естественно черные сперва бьют на c1 на g5 пока бить рано белые играют а b4 ловят дамку черных и сами прорываются в дамки у черных три шашки поэтому белым победить здесь очень непросто но тем не менее выигрыш есть однажды даже у меня в практической игре возникло подобное окончание или несколько раз один раз по моему я выиграл а второй раз все таки в ничью не хватило мне времени рассчитать эти варианты лучше поэтому их запоминать на ход d e5 играем дамкой на h4 и у черных есть два варианта ответа если они играют f4 тогда играем дамкой на f2 не даем шашке f4 пошевелиться ну и в ответ на ход hg5 играем bc5 j h4 cd6 ведем вторую шашку в дамке ну и на ход fg3 не даем черным прорваться играем дамкой на g1 j h2 dc7 hg3 cd8 ну и черных есть два варианта если они отдают шашку gf2 тогда бьем на поле c5 и не даем поставить дамку потому что она будет тут же поймана если же черные здесь отдают еще вторую шашку тогда бьем на поле a7 ну и в ответ на постановку дамки зажимаем черных по нижнему двойнику возникает так называемый прием столбняк то есть черные видите вынуждены отдать свою дамку и белые побеждают второй вариант если черные здесь сперва отдают ab6 тогда бьем на a5 ну и после хода gf2 снова играем на a7 и снова возникает так называемый столбняк видите черным некуда ходить так разобрали ход ef4 если в этой позиции черный играет ab6 тогда здесь белым надо найти очень трудный ход дамкой на e1 сыграть и снова у черных есть несколько вариантов ответа если они играют допустим hg5 тогда нападаем b5 надо отходить и играем ef2 приходится закрываться ed4 тогда разминиваемся ну и одна дамка белых легко справляется с двумя шашками черных черным остается только сдаться теперь если в этой позиции черная игра допустим так не ef4 так hg5 допустим да еще раз на e1 так а b5 если черные играют вот в этой позиции вместо ef4 тогда у белых есть два варианта хода может сыграть bc5 и может закрыться дамкой на c3 лишь один вариант ведет к выигрышу попытайтесь найти выигрыш напрашивающийся ход с дамкой на поле c3 ведет лишь к ничей все эти черным вроде бы нельзя играть f4 потому что белые легко победят все логично но это оказывается ложный след черные в этой позиции не отходят а отдают две шашки и успевают прорваться в дамки так что друзья в окончаниях будьте внимательны до конца пока соперник не сдался надо внимательно считать варианты и искать выигрыш поэтому в этой позиции ход дамкой на c3 ведет лишь к ничей правильно играть bc5 теперь у черных снова есть два варианта если они играют hg5 тогда нападаем с поля g3 приходится закрываться ну играем на gf2 с выигрышем черным не пошевелиться если же черный играет ef4 тогда возникает самый сложный вариант играем ef2 ну и в ответ на ход hg5 бесполезно играть дамкой на h4 это лишь ничья черные прорвутся здесь выигрывает только прием под названием самоограничение белые щедро жертвуют шашку и нападают сразу же на две и видите несмотря на три шашки черные здесь не могут сделать даже ничью если cb6 играют все сходится белые успевают зажать одинокую шашку черный с выигрышем вот это анализ мастера Петра Святого следующая позиция возникла в партии ленинградского мастера Евгения Тюнева против шашиста по фамилии Иванов белые начинают и красиво выигрывают можете также поставить видео на паузу и попытаться найти красивый выигрыш за белых здесь к победе за белых ведет только ход cb2 остальное ведет ничей теперь у черных есть три хода b5 dc7 и bc5 давайте рассмотрим их все по очереди основной вариант b5 теперь видите образовалась обоюдная связка и у белых и у черных но белые побеждают за счет создания кулака на левом фланге играем ed2 сдвигаем резервную шашку e1 так называемая золотая шашка или царская шашка как я называю ну и на ход bc7 временно жертвуем шашку bc5 и отыгрываем ее тут же кажется что белым не заборовать потому что черные видите нападают непонятно как ходить белым ну на самом деле здесь белые побеждают за счет комбинации так же можете поставить видео на паузу если еще не нашли выигрыш за белых здесь белые очень красиво выигрывают то есть щедро жертвуем шашку и скромно играем cd4 у черных единственный ход cb6 но после него белые проводят разгромную комбинацию играем f5 dc3 и d5 и как говорится загребущими руками снимаем 5 шашек соперника с выигрышем именно так и победил ленинградский мастер своего соперника так это основной вариант то есть в этой позиции ход cb2 выигрывает еще возможен был ход bc5 за черных тогда играем ba3 черным приходится меняться d5 лучшего нет ну тогда здесь за белых выигрывает стандартный удар бьем f на d6 и проводим небольшую комбинацию отдаем эту шашку вторую и прорываемся в дамки с выигрышем ну и наконец последнее продолжение ход dc7 здесь выигрывает только ход ba5 черным приходится меняться до е5 и здесь мне удалось найти очень красивый вариант у белых есть два хода cb4 ba3 но лишь одно из них из этих продолжений ведет к победе можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых эту позицию я нашел в книге Геннадия Хацкевича 25 уроков шашечной игры и в книге закралась ошибка очень красивая ничья есть за черных после напрашивающегося хода cb4 черные нападают приходится закрываться ну и ход fg3 уже проигрывает черным там не защититься а неожиданно к ничей ведет ход fe5 трудно находимый ход и черные играют fg3 белые нападают на шашку еще раз непонятно что хотят черные вроде бы сдаваться приходится ну не тут то было черные жертвуют еще одну шашку и выясняется что пять шашек белых не в состоянии справиться с дамкой и шашкой черных то есть видите черные грызят побить либо две шашки таким образом либо три шашки таким образом поэтому приходится отходить тогда заходим в любки и снова черные грызят либо две шашки побить либо три шашки побить и достичь ничьей вот такая поучительная позиция то есть видите если поставить сюда шашку дамку тогда вообще четыре шашки побьем с ничьей так а правильно все таки в этой позиции было играть b3 и здесь везде выиграешь то есть на ход dc5 просто нападаем cb4 ну и черным никак не достичь ничьей а если черные сами нападают ef4 тогда проводим стандартный удар отдаем две шашки также бьем две ну и выигрываем за счет рожна на поле f6 следующая позиция тоже часто встречается в игре позиция мастера семенова у белых лишняя шашка но несмотря на лишнюю шашку выигрыш еще не очевиден то есть есть ход напрашивающийся gf4 но он ведет лишь к ничьей черные жертвуют и черную шашку ну и затем грозят провести две шашки в дамке и достичь ничьей заняв большую дорогу здесь белые победить не могут а правильно в этой позиции отжертвовать обратно лишнюю шашку и сыграть ab4 в чем идея видите d5 нельзя потому что белые выиграют вот таким образом а если черные играют допустим идут в дамки тогда здесь выигрывает так называемый удар по затылку то есть отдаем одну шашку и забираем сразу же две с выигрышем поэтому здесь черным приходится жертвовать шашку снова и пытаться прорваться в дамки ну и далее возможен такой вариант bc7 dc1 cb8 cb2 ab6 ba1 ну и в этой позиции у белых есть два хода ba7 и bc7 правильно играть ba7 с выигрышем а вот bc7 ведет лишь к ничьей черные жертвуют снова шашку уже вторую ну и в ответ на любой ход размениваем шашку белых h4 и досягаем ничьей за счет владения большой дорогой поэтому в этой позиции правильно за белых играть b7 ну и черные бегают по полям a1 и b2 белые проводят вторую дамку cb6 fe5 здесь играть бесполезно потому что белые побьют две шашки пожертвуют дамку но затем тут же ловят дамку черных и выигрывают а если черные допустим снова бегают по большой дороге тогда тогда проводим вторую дамку играем шашку и видите выигрывают одна на одну белым белым нельзя нельзя здесь даже достичь ничьей так что друзья будьте внимательны до конца играйте рассчитывайте все варианты нельзя играть так надо сыграть дамкой на g1 теперь черным нельзя играть занимать дамкой срединые поля потому что дамка будет тут же поймана за счет приема под названием трамплин то есть белые отдадут шашку и побьют шашку и дамку важный прием а если черные меняются вот таким образом чертуют шашку здесь есть два варианта если черные бьют по большой дороге дамкой видите стоит угроза hg5 нейтрализуем ее сыграв дамкой на поле f4 ну и здесь примерный выигрыш такой черные бегают по большой дороге и переводим дамку на c1 затем подтягиваем шашку h2 на f4 и переводим дамку g1 на h2 то есть видите снова срединые поля играть нельзя занимать нельзя потому что из-за приема трамплин отдаем шашку и бьем шашку и дамку а если черные играют дамкой на поле h8 тогда играем cd2 снова срединые поля нельзя нельзя занимать из-за fg5 а если черные играют на а1 тогда ловим петлю в черную дамку и побеждаем второй возможный бой в этой позиции если черные бьют не дамкой а допустим шашкой здесь примерный выигрыш такой hg5 черные черные бегают по полям а1 h8 g6 hg3 gf4 fg5 затем занимаем дамкой поле h2 ну и в ответ на ход дамкой черных на b2 играем на f4 черные играют на а1 и простые ходы здесь белых не ведут к выигрышу а ведет к выигрышу лишь жертва hg7 видите теперь дамкой бить бесполезно потому что дамка черных попадет в петлю и белые победят поэтому приходится бить шашкой тогда здесь белым надо выиграть темп играем hg1 и видите снова срединные поля нельзя занимать потому что белые отдают шашку вот таким образом и побеждают то есть черные видите здесь обязаны будут бегать снова по полям а1 h8 другого нет ну передаем очередь хода черным таким маневрам ну и здесь уже черным некуда ходить то есть если они занимают срединные поля мы выиграем с помощью хода fg3 и приема под названием трамплин а если черная игра дамкой h8 тогда здесь выигрывает петля отдали шашку и дамку и победили вот такая поучительная позиция мастера Евгения Семенова следующая позиция также очень часто встречается в игре в этой позиции у белых есть два хода х2 можете поставить видео на паузу и попытаться найти правильный план игры за белых один из ходов идет к поражению а второй идет к ничьей неожиданно проигрывает ход х2 как было например в партии Егоров цукерник 1961 года черные жертвуют шашку f4 и побеждают играют d e7 ну видите играть hg3 бесполезно просто черные сыграют gf6 ну и на ход gf4 нападают приходится играть cd4 черные черные побеждают поэтому белые здесь максимально сопротивляются игра cd4 черные бьют на e3 и белые проводят комбинацию hg3 и gf6 приходится бить на e5 тогда белые играют gf4 черные бьют на g3 и белые бьют на b2 однажды у меня даже в партии возникла подобная позиция перепутал варианты и мог проиграть здесь все сводится к проводке шашки c1 так называемая позиция dc5 bc3 ed6 cb4 cd4 ba5 dc5 белым надо жертвовать шашку и пытаться прорваться в дамки ab4 ab6 dc3 ну и возникла так называемая проводка шашки c1 то есть черные проводят обе шашки в дамки и затем проводят еще шашку f8 в дамки и строят боевую позицию кто не знает как выигрывать данное окончание я его подробно разбирал ссылку оставлю в верхнем правом углу проводка шашки c1 то есть правильно в этой позиции все таки играть gf2 ход gf2 проигрывает играем gf2 теперь обратите внимание что черным нельзя жертвовать шашку f4 это проигрывает мы это посмотрим в конце правильно играть gf6 gf6 теперь играем fg3 ну и здесь ничейная позиция возникает также часто встречающаяся в игре d e7 белые разменеваются gf4 черным надо жертвовать шашку fg5 остальное проигрывает и играть f6 теперь белые играют fg3 черные fg7 gh4 gh6 все форсировано hg5 gf5 fg5 и и обе стороны проходят дамки и партия заканчивается ничьей теперь давайте рассмотрим почему нельзя в этой позиции также пожертвовать f4 и свести к тем же вариантам d e7 здесь белые уже выигрывают они отдают лишнюю шашку gf6 и играют fg3 и возникает важная позиция вот запомните эту позицию в этой позиции невыгодна очередь хода так называемый цукцванг чей ход тот и проигрывает то есть сперва рассмотрим позицию при ходе черных черные играют если f6 тогда меняемся f4 приходится играть fe7 тогда играем именно fg3 а вот fe3 ведет лишь к ничьей черные жертвуют шашку и белые здесь выиграть не могут так что аккуратно надо играть эту позицию играем именно fg3 теперь черные жертвуют шашку и пытаются достичь ничьей но здесь белые снова побеждают с помощью окончания проводки шашки c1 gh4 fe5 fg5 cd4 gh6 бой бой белые играют hg7 ну и в ответ на ход dc5 важно поставить дамку именно на поле h8 ставить дамку на поле f8 нельзя из-за приема который мы сегодня уже с вами видели черные отдают шашку cb4 видите построили липки проходят в дамке белые вроде бы жертвуют дамку но черные здесь успевают пройти сами в дамке то есть игра cd6 и белые не успевают выиграть то есть на ход ab4 играем d5 bc5 ef4 белые жертвуют шашку но черные успевают также пройти в дамке с ничьей поэтому в этой позиции правильно сыграть на поле h8 ну и здесь белые побеждают допустим ed4 hg5 cb4 g6 ba3 играем дамкой на f6 и черным приходится жертвовать шашку и играть f2 и снова возникло окончание проводка шашки c1 белые проводят две шашки в дамке затем строят боевую позицию и побеждают и давайте теперь рассмотрим эту же позицию но уже при ходе белых то есть та же самая позиция специально перевернул чтобы вы могли запомнить как здесь выигрывать за черных уже здесь уже ход белых ну бесполезно меняться ef4 потому что черные играют ef6 и на ход fe3 играют fe5 здесь легкий выигрыш то есть приходится играть cd4 когда проводим несложную комбинацию fg7 e5 и черные легко побеждают это самый простейший выигрыш если же белые в этой позиции играют cd4 то здесь выиграть не так-то просто бой бой и надо разменяться cb4 белые играют ed4 и здесь к выигрышу идет только ход ef6 точный ход далее возможно d e3 b3 dc5 cb2 ab2 ef4 ставим дамку именно на поле а1 ну и в ответ на ход cd6 надо разменяться fg5 только этот ход ведет к выигрышу бьем на h8 далее dc7 ab4 cd8 здесь нельзя сразу же идти в дамки за белых ba3 или bc3 потому что белые достигнут ничей они отдают шашку hg7 видите две шашки бить бесполезно потому что белые займут большую дорогу и достигнут ничей поэтому приходится здесь бить шашкой тогда белые играют dc7 и грозят разменяться fg5 приходится играть дамкой на поле f6 и тогда снова здесь белых выручает стандартный прием играем fg5 приходится бить дамкой на поле h4 и снова занимаем большую дорогу с ничей поэтому в этой позиции отмечу ba3 и bc3 ведет лишь к ничей здесь выигрывает ход дамкой на поле c3 тонкий маневр в чем его суть то есть если белые играют дамкой на h4 тогда уже играем ba3 и проводим шашку a3 в дамке допустим на e1 здесь также надо сделать точный ход играем дамкой именно на поле g7 а вот играть дамкой на поле h8 бесполезно белые снова достигают ничей то есть они играют hg7 снова видите две шашки бить бесполезно потому что белые займут большую дорогу здесь их не выиграть а если черные побьют дамкой на h6 тогда белые играют ed2 снова грызят разменяться fg5 ну и на ход дамкой на f6 снова стандартный прием приходится бить на h4 белые занимают большую дорогу и только ничья то есть в этой позиции после нападения именно играем на поле g7 теперь если белые играют на h4 грозят видите подорвать пункт f8 уже смело играем g8 ну если белые играют дамкой на e1 тут есть ловушка со стороны белых на ход ab2 они могут пожертвовать шашку мы бьем на поле d4 и вроде бы белые достигают ничей то есть заходят в любки и куда ни ходи везде ничья но на самом деле здесь есть выигрыш можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черный очень красивый прием под названием столбняк красиво играем дамкой на поле g7 ну и куда ни бей везде у белых проиграны то есть побили поставили дамку ну и белым остается только сдаться вот такой прием если же белые не жертвуют шашку допустим играют f2 тогда черные ставят дамку на поле a1 и вот это окончание я уже тоже подробно разбирал вот если бы у белых были шашки на a6 и e3 вместо шашки f4 это ничейное окончание а вот это окончание проигранное то есть черные здесь выигрывают шашку f4 затем возникает окончание проводка шашки c1 и черные побеждают например fg1 уводим дамку на f6 gf2 уводим дамку на b4 у белые играют на g1 и передаем очередь хода белым b5 здесь есть два хода gf2 и gh2 на ход gf2 нападаем с поля c7 приходится закрываться тогда играем cb6 и на ход gh2 нападаем на шашку f4 сзади то есть видите приходится играть hg3 играем gh2 и белые расстаются с шашкой f4 они здесь ее защитить не могут снова возникает проводка c1 и черные побеждают если же в этой позиции белые сыграли бы gh2 вместо gf2 тогда играем ab6 ну и на ход hg1 играем b7 далее gh2 занимаем двойник рядом с белой дамкой дамкой ну и после хода hg3 снова отъедаем шашку f4 с выигрышем наконец последняя позиция здесь вот в этом окончании вместо хода дамкой на поле e1 еще была возможно жертва hg7 то есть видите дамкой бить две шашки нельзя будет ничья а приходится бить шашкой на поле h6 и белые здесь тоже могут довольно таки хорошо подсопротивляться они играют на e1 и на ход ab2 играют ef2 ставим дамку на 1 после хода fg1 переводим дамку a1 на поле f6 это окончание выигранное белые не могут разменять шашку f4 на шашку a6 черные здесь побеждают например gf2 играем на d8 fg1 пока нападать нельзя черным видите ни с поля g5 ни с поля c7 поэтому передаем очередь хода белым играем дамкой h8 на a1 ну и здесь возможны два варианта если белый играет gh2 тогда нападаем с поля g5 и шашка f4 гибнет если белый играет gf2 тогда нападаем с поля c7 ну и если белые закрываются тогда выигрываем вот таким образом друзья если вам понравилось данное видео обязательно поддержите мое творчество большим пальцем вверх и подпиской данные позиции я собирал из трех разных книг очень большую работу провел так что поддержите меня пишите комментарии задавайте вопросы если вам не ясны какие-либо варианты только указывайте время через двоеточие и пишите нотацию латинскими буквами чтобы все было понятно до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках тихо два на шахматной на шахматной